87% российских учителей 5-11 классов положительно оценивают действующую в советские годы пионерскую организацию. Удивительно, но количество родителей, которые также думают, еще больше. 92% россиян вспоминают о детском движении только с хорошей стороны. И более 80% из них создание подобной организации встретили бы с позитивными эмоциями. Возрождению пионерских традиций был посвящен опрос Всероссийского центра общественного мнения. И не просто так. На неделе мы отметили 100-летие пионерии. Здравствуйте, это КФУ. Итоги недели. К теме пионерского движения мы еще вернемся. А пока в программе... Исламский мир открыт. Что дал Казанскому университету Казань Саммит-2022? Институт мой дом, да, где очень уютно, комфортно, где все добры друг к другу. Учение их свет. Почему педагогическое образование в КФУ одно из лучших? Это именно та установка, собранная оригинально Евгением Константиновичем Самойским. Сокровищница мира и науки. Где в университете можно встретить уникальные экспонаты и кто их главные хранители. Казань приняла саммит «Россия-Исламский мир». Казань-саммит – главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира. В течение трех дней более 5000 участников из 65 стран и 55 регионов России принимали участие в открытых дискуссиях, тренингах и встречах с экспертами в разных областях. Особое внимание уделено знаменательной дате – тысячестолетию принятия ислама Волжской Булгарии. Главная цель саммита – укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран-организации исламского сотрудничества. В условиях санкций со стороны западных стран этот саммит приобрел особую роль в установлении необходимых связей во всех отраслях. В работе форума активное участие принимает и Казанский федеральный университет. Так, исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский стал одним из участников встречи президента Татарстана Рустама Миниханова с послами стран-членов Организации исландского сотрудничества. Обсуждались вопросы взаимодействия с Россией и ее регионами. Отметим, что товарооборот Татарстана со странами ОИС в прошлом году составил порядка 2 миллиардов долларов. Помимо стран СНГ активная взаимная торговля ведется с Турцией, Индонезией, Ираном, Египтом, Саудовской Аравией, Малайзией. Рустам Миниханов отметил большой потенциал в части развития совместных инвестиционных проектов. Также ученые и специалисты Казанского университета работали в разных секциях. И в сфере международного сотрудничества, и в вопросах развития исламского финансового рынка, и в дипломатических и культурных связях. Так, на полях Казань-саммит КФУ первым из российских вузов подписал меморандум о взаимопонимании с организацией по бухгалтерскому учету и аудиту исламских финансовых институтов. Соглашение дает возможность реализовать различные образовательные программы, дисциплины, связанные с исламскими финансами. КФУ занял первое место в России по предметной области образования в международном рейтинге образовательных и научно-исследовательских организаций, который составляется в специализированной лаборатории. Это говорит о высоком уровне научных исследований, которые проводятся учеными-педагогами университета. Уже на следующей неделе в Казанском университете стартует международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2022. По количеству участников это самое крупное научное мероприятие, которое проводят в КФУ. В форуме ожидаются более 10 тысяч педагогов из России и зарубежных стран. На форуме обсудят основные тенденции педагогического образования в стране и в мире. С какими проблемами приходится сталкиваться с современным учителем? И что нового готовит Институт психологии и образования? Мы поговорим с его директором Айдаром Калимулиным. Здравствуйте, Айдар Минемансирович. Добрый день. Вот-вот стартует самый большой форум в рамках педагогического образования в России ИФТ-2022. Расскажите о нем и какие темы станут главными? Спасибо за приглашение. Действительно, вы верно отметили, что форум является крупнейшим в России по педагогическому образованию. Но мы еще и подчеркиваем, что это одно из крупнейших профильных мероприятий в мире. Несмотря на те внешнеполитические перипетии, которые сейчас происходят в мире. В этом году форум особенный. Дело в том, что буквально под влиянием произошедших событий уже в марте мы были вынуждены перестраивать формат проведения форума. Так как многие зарубежные ученые вынуждены были отказаться от участия в форуме. Но я подчеркну не по собственному желанию, а под давлением, которое было оказано на них в их университетах, в их городах. Потому что та компания антироссийская, которая развернулась в мире и которая, к счастью, сейчас, я говорю о научном мире, утихает. И наступает эпоха взвешенных решений. Она, безусловно, отразилась на нашем форуме. Но мы перестроили нашу работу. И в этом году наш форум вновь бьет все рекорды по охвату участников. Прежде всего, это полторы тысячи ученых из 29 стран мира, которые представляют 214 университетов и научных организаций России и зарубежья. И это дополнительно почти 10 тысяч российских педагогов из различных регионов страны, которые выступают под эгидой форума «Педагоги России». Благодаря форуму «Педагоги России» достигаем феноменальной цифры участников. И самое главное, мы проецируем научные разработки, практики, которые сделаны, подготовлены учеными на педагогическое сообщество. А на какие вопросы будут искать ответы участники форума? В этом году мы проводим форум восьмой раз, и его специфика в том, что каждый раз мы пытаемся в качестве основных вопросов вынести наиболее актуальные для этого этапы. И этот год не стал исключением. В частности, первая тема, которой посвящена первой конференции, это психологическое благополучие учителя, актуальнейшая тема для современной практики. Вторая тема – это педагогическое образование в условиях испытания пандемии COVID-19. И третья тема – это исследовательски ориентированное педагогическое образование, та концепция, которую мы начали реализовывать в Казанском федеральном университете в рамках новой государственной программы «Приоритет 2030». Все они очень актуальны, решают разные задачи. И, говоря о третьей теме, я бы хотел отметить, что сейчас очень важно формирование политики, содержание в области педагогического образования на основе данных, на основе исследований. Это мировой тренд. И как раз-таки наша концепция отвечает этим запросам. Сейчас, как эксперта, хотел бы вас спросить, на ваш взгляд сейчас, что ожидает педагогическое образование в России? А если точнее сформулировать вопрос, то, например, какие три главные задачи необходимо решить практически здесь и сейчас? Я, наверное, вас удивлю, когда скажу свою точку зрения. Это не три задачи, а, на мой взгляд, только одна важнейшая задача, которая сейчас стоит перед Российской системой педагогического образования. Это привлечение в школу уже непосредственно наших выпускников. Дело в том, что только в Казанском федеральном университете ежегодно выпускается более двух тысяч будущих педагогов. Но, к сожалению, надо признать, что не все они доходят до школы. Хотя многие, безусловно, работают в других социальных секторах экономики страны. И это мы можем судить по их налогам в пенсионный фонд. Мы решаем свою задачу. Но все-таки хотелось бы, чтобы 100% наших выпускников приходили в школы. И вот здесь, конечно же, хромается система рекрутинга, привлечения. Потому что старые формы привлечения в школу в условиях, надо признать, невысокой заработной платы молодых учителей. Об этом тоже нужно говорить и не закрываться от этой проблемы. Конечно, делают наряду с, безусловно, сложностями, трудностями в работе учителя, особенно на первых годах работы, они, конечно же, наверное, усложняют процесс адаптации и привлечения молодых учителей в школу. Вот если бы эта проблема была решена, а решить ее можно самыми разными способами. Например, я сторонник того, чтобы для студентов, обучающихся по бюджетной форме обучения, была бы возвращена система распределения, которая существовала в советские годы. Ничего зазорного в этом нет. Студенты обучаются за государственный счет. И, наверное, государство вправе решать и получить от них ту, скажем так, ту отдачу, на которую мы рассчитываем. Ну и, соответственно, с обязанностью, да, прямо будем говорить, идти работать в школу, в то же время государство будет гарантировать, что, безусловно, будет хороший социальный пакет, будет хорошая заработная плата, и студент не будет себя чувствовать ограниченным, так скажем здесь. Вы полностью правы. Это две стороны одного процесса. И, я думаю, нужно все-таки вернуть, много говорят о возвращении социального статуса учителя, который он имел в советские годы. Безусловно, это была не самая высокооплачиваемая категория. Это была средняя категория, которая была весьма уважаемой еще и в обществе, в том числе благодаря социальным гарантиям. Это и обеспечение жильем, это и пенсия, и многие-многие другие льготы. Я думаю, сейчас все-таки государство стоит на пороге возвращения этих мер. И мне бы очень хотелось, как человеку, который готовит учителей, чтобы эти мероприятия были проведены как можно быстрее. Говоря о школе, об учителях, в последние годы все равно так или иначе звучала риторика, что мы оказываем образовательные услуги. Сейчас мы возвращаемся к такому тезису, что все-таки процесс воспитания идет именно в школе. Как вы думаете, с чем это связано? Вот такой разворот, по сути говоря, на 180 градусов. Сначала мы идем в точку оказания образовательных услуг, а сейчас в сторону воспитания. Вы прекрасно понимаете, что образование во многом зависело от политических процессов, которые происходили в стране в последние годы. И понятно, что повышение социальной функции государства на современном этапе должно сопровождаться и изменением приоритетов, ценностей ее образовательной системы. Я с вами полностью согласен в том, что образование не должно быть услугой. Коммерциализация, на мой взгляд, здесь невозможна. И, честно говоря, наверное, может быть, это и не совсем было бы удобно и выгодно для нас, потому что мы имеем высокий процент студентов, обучающихся на коммерческой основе. Но мое убеждение, как человека просто, что платно учителя готовить нельзя, потому что он уже в этих условиях оплачивает свое обучение, он приобретает другие ценности и не может потом транслировать эти ценности детям. Поэтому, так же, как и в медицине, так же, как и в педагогике, в социально ориентированных областях, мне кажется, государство должно на себя взять вот эту ношу, безусловно, нелегкую, но, тем не менее, все-таки уйти от образования как услуги, это повысило бы и статус образования, безусловно, позволило бы привлечь талантливую молодежь. Ну и в завершение наш традиционный вопрос в преддверии приемной кампании этого года. Какие, может быть, нововведения, обновления ожидаются у вас в институте? Говоря о нововведениях, я бы все-таки, наверное, был бы более осторожным. Дело в том, что есть хорошая пословица, там, от добра добра они ищут. У нас великолепные программы в институте психологии и образования, которые востребованы, я сказал уже о высоком конкурсе среди абитуриентов. Речь идет в большей степени для нас о совершенствовании, о более качественном преподавании этих программ, для того, чтобы они были и интересны в плане обучения для наших студентов, но и для того, чтобы они готовили их будущей профессиональной деятельности. Тот принцип, по которому работает наш институт, институт психологии и образования, институт «Мой дом», где очень уютно, комфортно, где все добры друг к другу, где очень много внеучебных мероприятий, где каждый студент может реализоваться не только в учебе, но и в творческой деятельности, в науке. И самое важное для нас, для того, чтобы родители, доверяющие нам, своих детей, были спокойны за то, что дети получают здесь не только хорошее образование, но и воспитываются в том, как раз таки, контексте, в той философии гуманизма, которую мы реализуем. Большое спасибо за интересную беседу. Мы обязательно еще увидимся и расскажем в нашей программе о форуме ИФТ. Хранителями сокровищ по праву можно назвать сотрудников музеев. Тех, кто документирует историю, ведет исследовательскую деятельность и несет свет знаний в массы. На этой неделе во всем мире отметили Международный день музеев. Музей — это не просто место, где хранятся и выставляются раритеты. Здесь формируется сообщество различных уровней. Происходит культурный, социальный, научный обмен. Это мостики между прошлым и настоящим. Инструменты мягкой силы. Средства обогащения культур между разными народами и эстрадами. Наследие Казанского университета хранится в музейном комплексе вуза. В него входят 12 музеев. Это уникальные площадки, экспонаты которых интересны ученым и любителям со всего мира. Только здесь можно увидеть лабораторию, с помощью которой был открыт парамагнитный резонанс. Узнать, где хранится знаменитая библиотека геометрического кабинета. Познакомиться со старейшей зоологической коллекцией. И даже встретить мамонта. Непознанные тропы удивительных музейных открытий в нашем репортаже. Это именно та установка, собранная оригинально Евгением Константиновичем Завойским в конце 50-х годов. Как вы можете видеть, она собрана из подручных материалов. Это банка из-под печенья, в которой долгое время семья хранила хлеб. А затем Евгений Константинович взял для своих экспериментов корпус от пылесоса, черной икры, кофе, чай. Музей лаборатории Евгения Завойского. Именно в этой небольшой комнате физик-экспериментатор открыл явление электронного парамагнитного резонанса. Здесь находится та самая установка, которая помогла сделать это. Кто бы мог подумать, что через несколько лет лаборатория Евгения станет доступной для всех желающих увидеть знаковое место. Все приборы как-то связаны с Евгением Константиновичем Завойским. Военные и обычные радиоприемники. Приемник, созданный Поповым и Маркони. Первый телевизор КВН. Все это хранится здесь. В музее находятся приборы, которые до сих пор демонстрируют студентам-физикам. Также когда-то эксперименты ставил и студент Евгений Завойский, прославивший впоследствии родной Казанский университет. А это минералогическая коллекция дореволюционного времени, собранная семьей Завойского. Она тоже хранится здесь, в музее-лаборатории. Благодаря тому, что он бережно хранил все, что у него есть, то есть полностью сохранился его архив, дневниковые записи, мы можем это наблюдать в музее. Музей начинает свою историю в 1997 году. Основал его бессменный хранитель Игорь Иванович Силкин. Ему удалось собрать уникальную коллекцию рукописей черновиков, статей, писем, экспериментальных таблиц, графиков, рисунков, написанных рукой академика Завойского. И наши задачи мы в первую очередь ставим, чтобы люди знали, что такое физика, что все, что нас окружает, это не просто так, что всему есть причина, природа. Обозначены места сбора коллекции, то есть оттуда, откуда были привезены предметы в наш музей. Музей Казанского университета прославляют не только технические дисциплины, но и гуманитарные. Этнографический музей КФУ – один из первых музеев гуманитарного профиля в России. Он был открыт спустя несколько лет с момента основания Казанского императорского университета. Это очень богатая история в музее. И на сегодняшний день он тоже остается актуальным. Очень много посетителей и с разных возрастов, и школьники, и пенсионеры. Коллекция музея посвящена жизни народов Российской империи и Советского Союза, а также народам государств Дальнего и Среднего Востока, Австралии, Северной и Южной Америки. Здесь можно увидеть предметы 17-го и 19-го веков. Уникальные по технике изготовления и по художественному оформлению. Многие уже вышли из употребления. Сначала, конечно, привозили какие-то редкие предметы из далеких стран, из далеких регионов, которые люди не могли видеть. Конечно, было интересно посмотреть, как жили там те же какие-нибудь туземцы или африканцы. Это большой зал этнография по Волжье. Здесь представлены разные этнические группы в национальных костюмах. Таких коренных, так скажем, народов у нас три группы. Это финно-угорская, славянская и тюркская. К финно-угорам у нас относятся морицы, мордва и удмурты. На этом стенде каждый посетитель может посмотреть работы Лиды Токсубаевой, татарского этнографа. Она занималась изучением декоративно-прикладного искусства русского населения Казанского по Волжье. Дымовая резьба, различные фрагменты наличников, орнаменты и вышивки – все бережно хранится в музее. А здесь находится музей историков У. Экспозиция музея насчитывает более полутора тысяч экспонатов. Знакомят посетителей с двухсотлетней историей университета. Основной раздел посвящен науке, исследованиям, открытиям, научным школам, которые принесли университету всемирное признание. Большое внимание уделено выдающимся ученым, знаменитым выпускникам, участию университета в общественно-политической жизни страны. Есть и мемориальный комплекс, созданный под руководством доктора исторических наук профессора Григория Вульфсона. Это аудитория юридического факультета, в которой когда-то обучались Лев Толстой и Владимир Ленин. Актовый зал в нем воспроизведены интерьеры второй половины XIX века. Зал Лобачевского и выставочный зал, где представлен раздел о вкладе ученых Академии наук СССР. А это место является колыбелью российской органической химии. Здесь начинали свою работу известнейшие российские химики-органики – Зинин, Бутлеров, Зайцев, Арбузов. Практически все были выпускниками университета. Ученые здесь трудились, продвигали Казанскую и Российскую химическую школу. Это место словно застыло в прошлом. На письменном столе в кабинете Бутлерова лежат канцелярские принадлежности. Справочники по химии разных годов и столетий стоят в шкафах, готовые передать вековые знания. Складывается ощущение, что вот-вот в кабинет войдут все самые ученые, когда-то работавшие в лаборатории Казанского университета. Самый большой музей университета – геологические. Здесь хранятся около полумиллиона экспонатов. Музей берет начало с 1804 года, с момента основания университета. Здесь хранились горные породы, минералы, гербарии и проводились метеорологические наблюдения. Множество экспонатов привозили из-за границы. Музей носит имя ученого – профессора Александра Штукинберга, который оставил ценные материалы для изучения другим исследователям. Экспозиции музея размещаются на двух этажах здания бывшей духовной семинарии, а ныне – институты геологии и нефтегазовых технологий. Морские звезды разное количество лучей, начиная от пяти и более. А это зоологический музей. На протяжении 10 лет им заведует Александр Беляев. Зоологическому музею более 200 лет. Коллекция собиралась сотрудниками музея – учеными и выпускниками. По богатству и исторической ценности коллекции – это один из самых значительных зоологических музеев страны. В нашем музее представлено разнообразие мировой фауны различных беспозвоночных, так и позвоночных животных. Здесь представлена не только местная фауна, не только фауна России, но и зарубежная фауна, есть и представители других континентов. Музей состоит из трех отделов – позвоночных, беспозвоночных и ботанический отдел. Около полутора тысяч экспонатов признаны специалистами особо ценными. В их числе коллекция тропических насекомых – летающий дракон с острова Ява, черный гриф, синий горлый попугай и, наконец, гордость и символ музея – южноафриканская зебра Квага. Полностью истребленная человеком во второй половине 19 века. Здесь вот есть, например, вот эта вот очень своеобразная форма селом, с плюсами, с баку. Это все морские, значит, змеи, различные древесные. Большой вклад в музей внес Эдуард Аверсман – российский натуралист, ботаник и зоолог. Именно в его честь и назван музей. На протяжении 30 лет он занимался коллекционированием представителей разных видов животного мира. Музей имени Николая Лобачевского – пожалуй, самый молодой из всех музеев КФУ. Это в первую очередь дом-музей – место, где жил великий геометр и ректор Казанского университета. Здесь можно познакомиться с его жизнью и деятельностью, увидеть документальные материалы, книги, фотографии, мемориальные и личные вещи создателя не в клиновой геометрии. В музее есть библиотека, которая содержит книжные и рукописные собрания ученых-математиков. Также в нем открыта выставка «Современники Лобачевского», созданная из собраний Национального музея республики. К сожалению, в советские годы сохранился стереотип о том, что университетские музеи закрыты и доступны исключительно для студентов, для сотрудников, а также для научных исследований. Мы своей работой пытаемся показать свою открытость, доступность для различных категорий населения. Сейчас в музеях Казанского университета работают около 50 сотрудников. Это специалисты различного профиля. Среди них реставраторы, специалисты по экспозиционно-выставочной деятельности, художники, экскурсоводы. Одна из главных задач – сохранение наследия, которое существует в фондах одного из старейших университетов страны. Все они хранители памяти культурного наследия, истории и науки. Университетские музеи ежегодно посещают около 35 тысяч человек. Каждый второй – это жители и гости города. Здесь всегда открыты двери для тех, кто хочет прикоснуться к настоящей истории, испытать незабываемые ощущения и увидеть то, чего нет нигде больше в мире. Эльвина Минобудинова, Афиз Гараев, КФУ «Итоги недели». За что врачи-акушеры-гинекологи КФУ получили награду, узнаем через несколько минут. Оставайтесь с нами, впереди немало интересного. Выставка, посвященная тысячестолетию принятия ислама Волжской Булгарии в Госдуме. Каким образом КФУ внес свой вклад в экспозицию? Юные ленинцы, в борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы! И на руку! Детство в красных галстуках и под песни у костра. Каков путь становления пионерской организации? Геофест. Под таким названием в Казанском федеральном университете 3 июня состоится научно-популярный проект. Он посвящен географии, экологии и окружающему миру. Для участников ученые университета и специалисты Русского географического общества проведут интерактивы, мастер-классы и лекции. Темы разнообразные. Например, о космических снимках и особенностях работы геоинформационных систем. О загадочном плато-путарана и об излучениях мобильного телефона. Гости увидят геодезическое оборудование 19-20 веков. Поучаствуют в экспериментах с нефтью, минералами и микроскопами. Одним словом, здесь ждут всех любознательных. Участие в проекте свободное и бесплатное. А какие форумы и важные события произошли в КФУ на этой неделе, расскажем в дайджесте. Казанский университет расширяет международное сотрудничество. На этой неделе КФУ посетили послы из Египта, Таджикистана и Республики Бенин. Они провели встречи с руководством университета, в том числе и с исполняющим обязанности ректора Дмитрием Таюрским. Здесь обсудили варианты взаимодействия и сотрудничества с образовательными учреждениями и компаниями из зарубежных стран. В Государственной Думе открылась выставка, посвященная тысячестолетию официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Ее осмотрели председатель Нижней Павады парламента Вячеслав Володин и президент Татарстана Рустам Мениханов. Экскурсию для них провел директор Института международных отношений КФУ Рамиль Харюддинов. По его словам, в экспозиции собрано все наиболее значимое и интересное, связанное не только с 922 годом, но и широкой панорамой развития татарского народа. Хочу подчеркнуть, нам надо этим дорожить и делать все для того, чтобы отношения развивались во всех форматах, не только межличностных, но и, конечно, чтобы наши традиционные конфессии выстраивали между собой взаимоотношения таким образом, чтобы это все сплачивало нам. Казанский университет принял делегацию Ташкентского финансового института. Узбекистанские вузы – одни из главных партнеров КФУ. Сегодня совместно реализуются 46 образовательных программ. В Казанском федеральном обучается 2282 гражданина Республики Узбекистан. Это больше, чем в каком-либо другом российском вузе. В Казанском университете имеются экономические университеты, а наше направление тоже подготовка специалистов по финансово-экономическому направлению. В связи с этим мы сегодня приехали в Казань, ознакомимся поближе и создать условия для дальнейшего сотрудничества. Ученые КФУ клонировали краснокнижное растение. Им удалось получить порядка 30 образцов наричника теневого. Экземпляры уже передали экоактивистам для дальнейшей пересадки. Отметим, что единственная популяция подобного наричника в республике до этого момента находилась только в Казанском парке, русско-немецкая Швейцария. Существует опасность того, что эта популяция как-то пострадает или даже исчезнет. При благоустройстве этой территории особое внимание уделяется тому, чтобы не навредить. Есть целая группа активистов из местных жителей, которые тоже активно участвуют в сохранении этой популяции. В КФУ состоялся предпремьерный показ спектакля «Кавказский пленник». Его поставил студенческий театр «Мисс Гель. Мгновение». Среди зрителей оказалась Екатерина Толстая, куратор резиденции фестиваля «Толстой» про правнучка Льва Толстого. Она отметила, что именно Казанский университет подтолкнул писателя к самообразованию, которым он занимался всю жизнь. Наконец-то появился проект, который я хотела бы делать именно с Казанью. И это посвящен театральному фестивалю «Толстой», который будет совмещать с собой именно молодого Толстого детства. И как можно представить себе Толстого, особенно молодого Толстого, без его времени в университете в Казани. 80% россиян старше 12 лет пользуются интернетом. Такие цифры привела в своем исследовании компания «Медиаскоп». 3 часа 40 минут – столько в среднем проводит пользователь ежедневно во всемирной сети. Основная доля времени приходится на мобильные устройства. При этом в самой младшей возрастной группе от 12 до 17 лет время в интернете достигает 6 часов в день. А в старшей – 65+, лишь чуть более часа. Больше половины времени в интернете россияне тратят на соцсети, видео и мессенджеры. Наибольший приток аудитории ощутили ВКонтакте и Телеграм. Аудитория новостных ресурсов с конца февраля выросла вдвое по сравнению со значениями начала года. О том, какие темы стали определяющими на неделе для моего коллеги Леонида Толчинского, мы узнаем из его рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Тренды, тренды, тренды. Так можно обозначить события последнего времени, которые все больше выливаются в некие тренды. Иногда к счастью, иногда к проблемам, но однозначно долгосрочные или весьма существенные по влиянию на ближайшую перспективу. Нас прежде всего интересуют медийные тренды. И вот небольшой сборник такого рода трендов постараюсь сейчас озвучить. Начнем с очень важного геополитического медиа-тренда. Заметный спад интереса западной аудитории к украинскому кейсу. Изрядно побаловавшись украинскими проблемами, убедившись, что эта сторона капитально влипла и даже неясно сохранится ли в перспективе на политической карте мира, западный обыватель потерял к ней всякий интерес. Этого не могут не замечать даже весьма лояльные к западной медиаповестке наблюдатели. Вот признанный иноагентом в России Алексей Венедиктов задался вопросом, что на самом деле интересует американских пользователей соцсетей. Процесс Джонни Депп против Эмбер Хёрд, а не то, о чем мы все могли подумать. Сокрушается он в своем телеграм-канале. Новости из суда между актерами генерируют больше всего взаимодействия пользователей в соцсетях. И уже потом идут Илон Маск, Джо Байден, скандал с утечкой информации про аборты из Верховного суда США. Война на Украине обошла инфляцию ковидной темы, но осталась лишь на пятом месте самых интересующих американцев тем. И, судя по всему, этот тренд будет нарастать. Собственно, небывалая для американцев и европейцев инфляция с ее последствиями, очевидно, уже в ближайшие дни может вытолкнуть украинскую повестку и вовсе из десятки интересующих тем. Интересен тренд возрастания внимания к Илону Маску. Тут покупка им Твиттера сыграла значимую роль. Во-первых, как и ожидалось, как и мы прогнозировали, такое приобретение не пройдет Маску даром. Мало того, что обрушились акции его компании Тесла, сам Маск стал объектом нескончаемых нападок. В ход пущены все традиционные для американской элиты инструменты глумления, включая так любимые ими обвинения в сексуальных домогательствах. Говорили же Маску, что его попытка объявить Твиттер зоной абсолютной свободы мнений свободному миру не покажется верной, и он начнет мстить. А тут еще и пугающая всех держателей крупных социальных сетей чистка трафика Твиттера. Оказалось, что 20% пользователей Твиттера это не пользователь вовсе, а фейки и спам. Почему напряглись остальные и возненавидли Маска? Да ведь у их соцсетей тоже нередко их соцсети упрекают накручивание многих своих показателей и преувеличение значимости. Я уже не говорю об упреках в манипуляциях и политизации ресурсов. Своими действиями Маск, если его не сломают, обречен долго задавать медийные тренды, существенно ломая сам медиаландшафт, сложившийся до сего дня. Кстати, фишки медийных и IT-компаний всю неделю активно летели вниз, присоединившись к общему тренду глобального экономического переформатирования. Суровый тренд, надо сказать, но вполне ожидаемый. Apple больше не самая дорогая компания в мире. Мыльные IT-пузыри сдуваются под натиском новой мировой реальности. Ну и совсем интересный тренд, пока не медийный, но уж больно интересный. Кажется, мировые компании, шумно и с треском покидавшие российский рынок последние три месяца, начали нащупывать форматы тихого и без лишнего шума возвращения. Под немного другими брендами. Все это, безусловно, скажется в конечном счете и на медиа ситуации, ибо потребует включения пиарщиков и рекламщиков, которым придется решать разнотрендовую задачу. Не разозлить правительство недружественных стран и как-то прокричать российским потребителям, мол, мы вернулись, нас зовут по-другому, но это мы, и давайте жить дальше вместе опять. Свои тренды и очень значимые продемонстрировала и завершающаяся в КФУ медиа-неделя. Впрочем, думаю, что это будет темой нашего отдельного разговора. Всего вам доброго. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Здравствуйте, Слава. Поздравляю с наградой, и первый вопрос я уже озвучил. Какие критерии стали основополагающими при выборе победителя? Это основные критерии нашей работы. Это доля леопароскопических операций в структуре оперативной активности, высокотехнологичная медицинская помощь, то, чем мы занимаемся в рутинной практике. В принципе, оценивались медицинские организации всего Павловского федерального округа. Мы подали заявку, подали свои показатели, получили первое место. Расскажите, пожалуйста, подробнее о конкурсе. Как я понимаю, он проходил в рамках профессионального специализированного мероприятия. В Казани проводилась очень большая конференция, которая называется «Казанские чтения», которая проводится под эгидой член-корреспондента Российской Академии Наук профессора Родзинского. И в рамках этой конференции проводился форум, на который были представлены наши показатели. Вы наверняка уже смотрели ваших конкурентов, наверное, не будем говорить, скорее, коллег, да, вот по объективным показателям, в чем все-таки вы оказались лучше? Ну, мы оказываем вообще все виды гинекологической помощи пациенткам. И доля ляпороскопической операции высокотехнологичной медицинской помощи, очевидно, сыграли здесь решающую роль. Потому что это направление, тенденции эти, они во всей медицине сейчас, малоинвазивное оперативное вмешательство, высокотехнологичная медицинская помощь. У нас очень хорошие показатели по этим параметрам. А какие виды медицинской помощи получают пациенты отделения? В чем уникальность, скажем так, кадрового и потенциального состава ваших коллег? Ну, уникальность нашей клиники, я бы хотела сказать, заключается в том, что на сегодняшний момент нашим пациенткам мы можем оказать все виды гинекологической помощи, которые только потребуются пациентке. То есть мы сейчас разрабатываем концепцию одного окна. То есть если пациентка обратилась к нам в гинекологическую клинику, в гинекологический кластер клиники, мы можем оказать ей все виды помощи, начиная от амбулаторного звена, стационарной гинекологической помощи, наблюдений по поводу беременности и родов женской консультации, и родоразрешения в нашем роддоме. С последующей реабилитацией, опять-таки же, в женской консультации. Насколько я знаю, услугами вашего отделения пациентки могут пользоваться на протяжении всей своей жизни, вне зависимости от возраста. Безусловно, мы к этому и стремимся. Мы говорим пациенткам, приходите к нам с самого начала своего репродуктивного возраста. Мы будем подготавливать вас к беременности, или наоборот, предупреждать ее нежелательность, если вам пока она не нужна. Будем решать ваши гинекологические проблемы до, не дай бог, что-то будет во время беременности, мы тоже будем это решать, потому что у нас есть для этого все возможности. Потом доведем вашу беременность до благополучного рода разрешения, и, соответственно, потом будем наблюдать за вами, как уже родившей женщины-матери, и дальше согласно вашим репродуктивным планам. А затем уже дети придут к вам и также будут наблюдать. Конечно, конечно. А какие сейчас наиболее сложные и проблемные зоны лечения репродуктивных органов? Над чем сейчас работают ваши коллеги-врачи именно в этой тематике? Ну, таких проблем, наверное, все-таки достаточно много. С учетом того, что у нас, наверное, все-таки аудитория достаточно молодые девушки, поэтому мне хотелось бы сказать о том, что сейчас важно именно в молодом возрасте. В молодом возрасте, к сожалению, общемировая тенденция – это отсроченное материнство. То есть первая беременность, вот как раз на этом форуме нам давали эти цифры, отодвигается, к сожалению, для медиков к 30-летнему рубежу. И нам хотелось бы очень потенциировать молодых женщин, не игнорировать гинеколога в этот период. Мы не можем повлиять на репродуктивные планы пациенток. Мы можем только посоветовать, направить их. Но, тем не менее, даже такой есть сейчас термин – это 14 лет свободного полета. То есть когда у пациентки наступает репродуктивный возраст, но она еще не становится матерью и планирует это сделать на рубеже 30 лет, вот эти 14 лет нужно обязательно заниматься собой и не пускать все на самотек. Большое спасибо желаемым сотрудникам Униклиники, особенно к кушерско-гинекологическому профилю, еще больше побед на профессиональном поприще, но особенно удачи в помощи рождения новых жителей республики. Спасибо большое. Вековой юбилей отмечает организация «Юных ленинцев». Именно так называли советских пионеров. Их девиз помнят и сейчас – «Будь готов, всегда готов». Большое количество символов – от красного гаустука до пионерского костра, речевок и песен, поднимающих дух, практической общественной помощи, от товарища по парте до ветерана в соседней со школы доме. От пионера требовали огромной ответственности. В глазах товарищей и взрослых он должен был быть примером во всем. От учебы до морального облика. Веселье, дружба, сопричастность к великому и масштабному – все это тоже давала пионерская организация. После развала Советского Союза попыток создать такую же массовую и эффективную детскую общественную организацию было много. И сейчас снова заговорили об этом. Но мы поговорим сегодня о том, какая история про детство в красных гаустуках сохранилась в библиотеке Казанского университета. Амир Ахтямов, о тех, кто всегда был примером. 19 мая 1922 года на Всероссийской конференции Комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерской организации. День пионерии в современной России – это день детских общественных объединений. Праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов, работающих с детьми школьного возраста. Отмечается 19 мая в день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина. В советское время ко дню пионерии проводились так называемые ленинские уроки. Подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами. Также в день пионерии проводились и проводятся сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников. Пионерские парады и митинги. В вечернее время при школах или в отдельных микрорайонах организовывались и менее формальные гуляния с традиционным пионерским костром. В современной России в развлекательных центрах и клубах ко дню пионерии нередко проводятся дискотеки пионерской тематики, а также акции и флешмобы. Мы в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Казанского университета имени Николая Ивановича Лобачевского и у нас на руках газета, посвященная пионерии. Она называется «Пионер за Байкалье». Конкретно эта газета была выпущена 19 января 1941 года. Цена ее на тот момент была всего лишь 5 копеек. В середине газеты мы можем видеть портрет Владимира Ленина, а также песню о нем же. Новый союз пионерских организаций появился в 1992 году как негосударственная общественная организация, независимая от политических партий и движений. День пионерии в настоящее время неофициально отмечается некоторыми детскими организациями и компаниями, занятыми в сфере организации детского досуга. Ряд мероприятий для пионеров по всей стране проводятся также силами Коммунистической партии Российской Федерации. В соответствии с положением об организации, целью пионерской организации было воспитывать юных борцов за дело Коммунистической партии Советского Союза. Цель была выражена в дивизии организаций. На призыв пионер к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза «Будь готов» следовал ответ «Всегда готов». Пионерская организация воспитывает юных ленинцев в духе коммунистической идейности и преданности Советской Родине, сознательного отношения к труду и общественному достоянию, освоению духовной культуры, непримиримости ко всему, что чуждо социалистическому образу жизни. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, КФУ, итоги недели. Из искры возгорится пламя. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Всегда вперед, ни шагу назад. Эти популярные пионерские девизы и сейчас актуальны. Можно брать пример и идти по ним. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова